Почему Дождь сказал, что он уезжает из Риги и не уехал? Почему? У нас есть часть компании, которая находится в Нидерландах. У нас есть студия, лицензия и сотрудники. И они там у нас есть, наверное, уже месяца 4, больше полгода. Ну, есть тогда. Потому что это невозможно мгновенно получить всем в... Это связано с документами. Конечно. Мы все сотрудники, которые здесь находятся, за небольшим исключением, здесь останется совсем небольшой коллектив, переезжают в Нидерланды. Мы получаем документы, страховки, квартиры ищем. Это просто не очень быстрый путь. Мы приняли это решение в Новый год. Прошло 4 месяца. За эти 4 месяца мы предприняли довольно много усилий, чтобы постепенно туда перебраться. Можно ли об этом говорить? Я знаю, что это такая полузакрытая. Информация о том, что телеканал «Дождь» был продан, и Наталья Синдеева ушла. Это чушь. Это что-то фигня. Ничего не продано. Все принадлежит Наталье Синдеевой. Все 100% телеканал «Дождь». И нидерландский медиамагнат вступил хотя бы... Да, но на медиамагнат мы снимаем у него офис. То есть он не является таким совладельцем? Нет, он вообще. Один собственник. Это Наталья Синдеева. Это вообще незакрытая информация. Она абсолютно публичная, в доступе. Можно посмотреть учредительные документы. Это байка. А с чем они связаны? Я думаю, что просто из-за того, что Наташа меньше сейчас занимается компанией... Ну, не знаю, с чем связано. Слушайте, во-первых, из Москвы вот эти вот все весь этот кремлевский котел... Они все время заинтересованы в том, что нас дискредитировать, как и любое независимое медиа, и постоянно запускаются какие-то утки. Но Дерк Сауэр, наш партнер по релокации, скажем так, чье медиа, Moscow Times находится тоже в Амстердаме, мы сидим в одном офисе, и он нам в этом помогает. Помогает с каким-то... вообще с пониманием, как все устроено в Голландии, но он абсолютно ни на один процент не является собственниками дождя. У нас один собственник. Хотел, во-первых, отметить, что утро на дожде стало настолько популярным, что из-за этого страдает наш канал. Потеряли значительную часть аудитории некоторые другие ютуб-каналы, которые ведут эфиры. Хочется спросить, что еще можно ожидать от дождя, к чему готовится канал «Уищем выход» и другим каналам? Ну, мы будем увеличивать разноформатность. У нас появятся еще какие-то форматы, которые все равно вписываются вот в эту концепцию новостного политического, общественно-политического телевидения, такого видео. Я же не могу сказать телевидения, пшеникового телевидения уже дистиллированного нет, наверное, да. У нас будут какие-то новые форматы, которые мы будем постепенно заполнять, выпускать. Сейчас мы только поднастроили утро, у нас поднялись цифры. Утро действительно очень хорошо смотрят. При этом я удивляюсь, что мы что-то у кого-то отнимаем, потому что все-таки этот мир русскоязычный достаточно велик, и мне кажется, дальше можно осваивать все новые и новые площадки и, наоборот, переливать друг к другу этих людей, приучать их смотреть, например, YouTube по утрам. Будем запускать новые форматы, не новости, а какие-то программы, которые мы придумали сейчас парочку, и будем их сейчас раскачивать. В том числе думаем про какие-то вокруг политической сатиры. Но пока без конкретики, потому что это требует длинного дыхания, длинного шага, потому что тут нужно наработать новую команду, скажем так. Ваши проекты будут или «Женщин сверху» – это более чем достаточно? Ну, нет, почему? Я очень много где занимаюсь новостями сейчас из-за того, что у нас очень много часов. Мы немножко перезапускаем «Женщин сверху». И все-таки мы долго думали, хотим ли мы, как много раз у нас происходило, за время существования дождя, уже 13 лет, мы несколько раз предпринимали усилия по превращению себя в такой 24-часа нон-стоп-канал, который должен дать вам весь контент, который вы потребляете – от кулинарных шоу до развлекательного телевидения. И вот сейчас мы пришли к концепции, что мы не будем размениваться на то, что мы не умеем делать хорошо, а все, что мы будем делать – это все будет вокруг новостей, политики и сопредельных форм. Это мы умеем, этого от нас ждут, а отнюдь не кулинарных программ. И в рамках этой концепции мы дальше будем развиваться. Плюс, конечно же, вот этот переезд новый – это, конечно, целая история. Уже, честно говоря, очень мало ресурса психологического на очередной раз. Квартира, документы, дети, школа, новый язык, новый мир. Потому что одно дело – ты находишься в Риге, во многом русскоязычной, а другое дело – ты оказываешься в Нидерландах, и это уже такая большая эмиграция с буквы «э».